Привет! С вами Тору, вы на канале Анисанрайз и 3 часа. Именно столько я поспал перед этим стримом. Так что, если что, если у нас там будет какой-то перерыв, я не вернусь, значит я просто упал и сплю. Вот, другого варианта здесь просто нет. Я вчера собирался перед этим стримом выспаться, но мои планы это мои планы. Вот. Короче, вышел патч 2.3, подъехала сюжетка и подъехала еще знаете что? О боже, подъехала все вот это. Окей. Начало миссии освоения, прощай пинакония. Хорошо. Светлячок приехал, тоже хорошо. Ну, вместе с Мэй. Потом у нас приехала иллюзия конца, что как бы гемы. Хорошо. Потом у нас, так, это за прохождение иллюзии конца. Окей. Обычная виртуалка. 10 круток. И у нас еще новый режим виртуалки. Вот. С которым обязательно нужно будет потом разбираться. Кстати, может быть, кто-то еще-то в него уже ходил. Может быть, кто-то его уже тыкал. Вот. И как оно? Капитан, привет. А, кстати, подождите. А давайте мы... А давайте мы... Давайте мы... Десяточку Вбросим в светлячка. Потому что, почему бы и не да. Очень душно. А, обучение душное? Да забей. Это норма. Феликс, привет. Так, ну что? Давайте попробуем. А вдруг... Не. Но мне кажется, я был близок. Окей. Можно еще одну круточку. Вот одну. Просто, чтобы была. О, все. Теперь я могу дальше спокойно не крутить светлячка. Я свой долг исполнил. Все. Забили на этот баннер. И ждем кого-нибудь. Ждем кого-нибудь интересного. А именно, немножко другое разрушение. Вот. Я надеюсь, я его дождусь. Вот. Ну, а мы, пожалуй, поедем дальше по сюжету. Кого жду? Лисичку. Разрушение. А вот ее я жду прям агрессивно. Ну, а там есть еще одна проблема. Возможно, мне придется вот сюда. Кахерон. Выкручивать еще и лиса. Вот. И это как бы дан. Опа. Подождите, подождите, подождите. Отмена. Отбой. Погнали к статуе. У меня же ГГ все еще Е2. Нужно Е4. Тогда, лис небытия, это саппорт под ахерон. Вот. Но я все равно считаю, что та босоногая девочка для меня это лисичка. Вы меня не переубедите. Потому что, когда я первый раз ее увидел, я был очень сонный. И мне показалось, что у нее лисий хвост. Вот. Я до сих пор поэтому и считаю, что она лисичка. Так, еще 40 гемов, ок. Но, как бы, и Долона на ГГшку по-прежнему нету. Угу. Понятно. Так. Все. Теперь точно можно ехать дальше по сюжету. Погнали. В ивентах я уже забрал. Он был Е1. Она была Е1. Вот. Теперь она Е2. Сегодня же бесплатно одного выдали. Нэри, доброе утро. А ты любишь лис, само собой. А иначе почему именно Фокс был первым модератором у меня на канале? Давным-давным-давно. Так, я же не заблудился, да? Нет. Очнись. Эй, химия, вставай. Солнце уже высоко. На. У меня Юки точно так же работает. Типа, для него рассвет в 4 утра, это солнце уже высоко. И он такой, мя, вставай, солнце уже высоко. Все нормально. Слышишь меня? В комнате было так тихо, что я даже испугалась. Мне это снится? Да нет, это реальность. Мы в отеле Грёзы. Иллюзии, созданные порядком, больше не существуют. Хотя уже прошел целый день, я как вспомню, так меня пробирает пот. Первопроходческая экспедиция экспресса чуть не закончилась, на Пинагонии. Так, прошел один день. Угу. С момента окончания сюжета. А ты не унываешь, такой храп стоял. Лично у меня осталась психологическая травма. Я вчера даже глаз сомкнуть не могла. Да уж собоялась, что если усну, то больше никогда не очнусь. А как же химии плевать вообще? Лежить себе потихоньку. Похрапывает. Ну, идеально. Я считаю, если иметь менталку, то именно такую. А, вот уж спасибо. Недосып. Прямая дорога к синякам под глазами. Вы бы мои видели. А меня защищает природная красота. Сюка. Это незаконно. Пока ты спала, Стеларон уже запечатали. Жители Пинагонии ничего не знают о произошедшем. Только у них часто путаются воспоминания. Как будто часть из них отобрали. Ну, Март жульничает с природной красотой. И она была просто немножко подморожена, поэтому... Семья публично заявила, что фестиваль Гармонии пришлось прервать из-за атаки неизвестного Стеларона. В конце концов, проблемы с порядком нельзя придавать гласности. В смысле запечатан, когда мы спали. День спали целый. Не считая дубов, остальные четыре главных клана сейчас активно ликвидируют последствия инцидента. Нас, экипаж Звездного Экспресса, пригласили на... Принадлежащая семье. Принадлежащая семье лучезарный шпат. Для участия в важных переговорах в качестве свидетелей. Угу. Давай, капитан, неудача тебе там. Только тебя и ждем. Собирайся скорее. Пойдем. Капитан, крути уже идти. Мне светлячок не выпал, значит и тебе не должен. После всего случившегося, мне кажется, что нет ничего лучше обыденной реальности. Так, а что за лучезарный шпат? Это такой огромный летающий корабль. Очень крутой. Но, говорят, он никогда не показывается на людях. И только самые привилегированные гости семьи получают право взойти на его борт, чтобы лицезреть живописные пейзажи Пинаконии. Только что выпала... Кхм-кхм, нырибань. Пермачом сразу я ж подавился. Клан Ирисов отправил нам сувениры. Корзинки с фруктами и элегантную модель кнопки. Когда ты придешь в себя, мы как следует повеселимся. Ведь теперь мы вошли в список великих деятелей планеты празднества. Так, элегантная модель кнопки. Март, у меня тут-то как бы... Да, мы что-то знаем об этой кнопке. Точнее, знаем, кто ее автор. А вот. Так, а что происходит на Пинаконии? Пока ты спала, столарон уже запечатан. Так, ладно, это-то нам говорило, спасибо. Да, мы это в курсе. Так, ладно. Так, а что с тобой произошло во сне Эны? А почему ты вдруг вспомнила про Эну? Когда меня затянуло в грезы, я лишь почувствовала, будто ледяные щупальца погрузились в самые глубины моих воспоминаний. Но похоже, их что-то спугнуло, поэтому они тут же исчезли. А понимаете, даже ледяные тентакли боятся того, что творится в воспоминаниях у Март. Занятно. А потом мне снился сон, где я... Хех, утила... На пропалую. Ела и пила. Купала вещи на распродажах. Не мог же в воскресенье подумать, что я желала такой жизни. Когда я очнулась от наваждения, на душе полегчало. Ой, да ладно. А мне кажется, кто-то врет. Мне кажется, кто-то очень сильно врет. Так. Пора найти остальных. Идем, идем. У нас еще есть время до посадки на корабль. Давай встретимся... Встретимся с остальными в баре. Проснись и пой. Пойдем. Не, капитан, это уже незаконно. Продолжение следует... Опа. Какие люди. Какая пьянящая роскошь. Словно мы очутились на Эпсилоне. Похоже, как две капли воды. Как же так? Твой мир грез и есть Эпсилон? Ты уже задавала этот вопрос, когда мы только прибыли сюда. Да. Я помню, что в тот раз ты ответила нет. Но потом произошло столько событий. А ты все еще увлечена им. Но я должна тебя предупредить. Не забывай, что ты по-прежнему в списке лиц, разыскиваемых кланом гонщих. Не стоит выделяться. К тому же, теперь все изменилось. Сейчас на фото красуется не Сэм, а светлячок. Должно быть для тебя это новый опыт, верно? Действительно. Если говорить словами Кавки, только этого мне в жизни и не хватало. Кстати, отсутствие свободы передвижения доставляет изрядные неудобства. Серебряный волк, ты поможешь мне? Так и знала, что ты попросишь. Не переживай, вопрос уже решен. Я взломала систему и замела все следы. Блин, удобно иметь такую подругу все же. Очень удобно. Просто не привлекай внимания и не контактируй с гонщими, которые помнят тебя в лицо. Соблюдай эти два правила и можешь бывать, где пожелаешь. Спасибо тебе. Да не стоит благодарности. Госпожа Сэмюэль. Прекрасный псевдоним. Наша миссия на Пиннаконе и завершена. Чем займемся в свободное время? Говорят, приехали члены общества гениев. Может, сходим узнаем, как у них дела? Ой, что с этими ребятами. Хотя... Ты же знаешь, мой сценарий еще не окончен. Я привела тебя обратно. Не за этим. Успокойся. Сценарий — это просто слова. На планете празднества меня ждет третья смерть. Но в сценарии также упоминается, что здесь я добьюсь небывалого успеха. Не попробуешь, не узнаешь. Пока финал фактически не наступил. Нам доступны все возможные варианты развития событий, верно? Видимо, ты не знаешь о своей дурной привычке. Каждый раз, когда ты говоришь с сомнением, на самом деле в глубине души ты уже давно приняла решение. И чтобы не говорили другие, тебя уже не переубедить. Ладно. Передаю тебе послание Кавке. Если увидишь на пинаконе что-то стоящее, привези и мне тоже. Просто оплати моей картой. Пин ты знаешь. Подождите. Даже так? Подождите. А почему? А почему у химии нет карты химика? Ой, химика Кавке. Она ведь тоже мать для химии, по сути. А как? Я считаю, это недоработка. Ничего конкретного она не называла. Могу предположить, что речь шла о костюмах, платьях, темных очках и прочих вещицах. Ты в этом разбираешься лучше меня. Вы же любите обсуждать моду. Хорошо. Буду иметь в виду. В таковом центре Оте богатый выбор. Как думаешь, ей понравятся симпатичные украшения? Например, заколка? Или брошь? Как будто подарок для девочки-подростка. Лучше оставь себе. Ей бы лучше бутылку виски. Вот. И вот еще что. Блейд просил тебя быть осторожнее. Прямо ничего не сказал, но смысл был такой. На пинаконе и много соблазнов. Как будто на что-то намекал. Угу. Они резко вспомнили, что за три обновы не раскрыли светлячка, так возможно светлячок сейчас и будет занимать ключевую роль в сюжете, и это идеальное время, чтобы его раскрыть. Почему нет? Ничего страшного. Он сказал это из лучших побуждений. Не переживай. Ты же меня знаешь. Я не собираюсь ничего вытворять. Просто немного прогуляюсь на своих двоих. Чтобы лучше понять мир вокруг. А еще. Страсть. Как хочу купить дубовый рулет. На пинаконе я их ела каждый день с тех пор, как себя помню. Цуга, не начинай, пожалуйста, ты как вот... О боже, не начинай. Но сегодня я, пожалуй, куплю целых два. Поделюсь с тобой. Если тебе не понравится, я с удовольствием съем двойную порцию или оставлю для кавки. Наверняка она не откажется. Или отдам Блэйду. Вот он обрадуется. Блэйд точно обрадуется. Вот если бы его этим рулетом можно было проткнуть, В сценарии же этого нет, верно? Но только посмотри. Я добавила новую строчку к своей судьбе. В виде рулета. Отлично. Но Цуга не столько сюжет хочет скипнуть, сколько свету, так меня именно это и бесит, по большей части. Вот, потому что... Ну это субъективное мнение, прям максимально субъективное. Добро пожаловать, директор Тапаз. Представитель семьи завершает последнее приготовление. А нашего босса еще нет на месте. Боюсь, что до начала встречи нужно будет немного подождать. Просто Цуга порой напоминает вот этих людей в комментариях, которые люто там горят с персонажа на ровном месте. Ого, как помпезно. Насемья умеет пустить пыль в глаза. Я думала, что они выберут более скромное и официальное место для проведения переговоров. Не ожидал увидеть роскошный летающий корабль. С бассейном. Директор, я навел справки. Говорят, что лучезарный шпат принадлежит клану Люцерн. Предстоящая встреча корпорации и семье станет решающей для будущего развития Пинаконии. По правде говоря, такие важные дела должны решаться на тайных собраниях в Миге Утренней Росы. А здесь? Ммм, здесь обстановка все же недостаточно серьезная. Похоже, что встреча всего лишь предлог. Тот, кто организовал ее, Кембон Нибал, для начала желает прощупать обстановку в корпорации. И, судя по трейлеру, мы все-таки будем иметь дело с кнопками. И эта крупная фигура наверняка преследует личные цели. Раз уж хочет заблаговременно достичь с нами некой договоренности. Или же просто планирует припугнуть нас, чтобы мы спасали. Гот, привет. Боже, как же я хочу спать, но я держусь. А самая проблема, как бы, не в том, что я поспал 3 часа перед стримом. А проблема в том, что, ну, было бы ок, если бы я просто пол-литра кофе всосал, мне было бы лучше. Но мне нельзя кофе, поэтому... О боже, это сложно. Это прям очень, очень сложно. А я, допустим, никого не выбил, героически. Десятку вбросил с ветлячка, и все. У нас есть одна мышь в чате, которая выбила все. Надеюсь, его забанили. Капитан, ты тут? Так, ладно. Он либо ушел, либо его забанили. Да уж, директор Топас, вы очень проницательны. Мозги у вас хорошо работают. Когда босс появится, не забудьте предупредить ее, что осторожность не помешает. Соперники вполне способны расставить нам ловушки. Так, босс, 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 мы, видимо, ждем Яшму. Его рулетка отстрелила. Ну вот, есть справедливость. Благодарю за совет, но думаю, что в этом нет необходимости. Когда садишься за стол переговоров с такой женщиной, уж кому стоит переживать, так это всем остальным. Доконай еще и с хлыстиком. Сообщи всем, что, чтобы оставались на своих постах, во время переговоров чужие уши не нужны. Хорошо? Ясно. Я передам. Кстати, есть еще одно дело. Если тебе дорога жизнь, не советую называть госпожу Яшму боссом в ее присутствии. Я не шучу. Ладно, спасибо за совет, директор. А-а-а-а, окей. Так, погнали. Подождите. А у вас... У вас хряк утонул? Типа свинрили, утонул. Алло? Брат? Ну... Я, конечно, много повидал всякого. Но, похоже, мы наблюдаем за рождение новой жизни. Ладно. Не будем им мешать, но... Почему? Почему они это делают в бассейне? Прямо всех на виду. Могли бы уединиться хотя бы. Ладно. Кто я такой, чтобы осуждать свинов? О, так, ладно. Мой вернулся. Он просто... Он даже, чтобы понаблюдать за теми двумя свинами, он просто нырнул под воду. Он готов был не дышать. А лишь бы полюбоваться. Понятно. Еще не все главные лица прибыли. Похоже, до начала встречи придется немного подождать. Место довольно оживленное. Пойду прогуляюсь. Я на черные дыры и черными дырами, но... Там даже не суть, что он под водой был. Там было судя в другом. Но остальные те два свина, конечно, да. Так, вкусняшки. Ты проголодался, щитовод? Еда в грезах. Должна быть неплоха на вкус, верно? Эм, так. Мороженое с картошкой фри? Что? Что? Ладно. Давайте попробуем. Если не сдохнет, то я тоже попробую. Держи, щитовод. Мэри. То самое делали, то самое. Либо он рад, либо он умирает. Два варианта. Не, похоже, похоже, умирает. Щитовод жадно съедает мороженое с картошкой фри, после чего издает довольную отрыжку. Похоже на вкус. Неплохо. Если бы я знала, то тоже откусила бы кусочек. Но это был тест. Это был тест. Отсюда говорить важно, чем мы его кормили. Просто я бы не рискнул. Такое сам есть первый. Он, привет. Опа. Опа. А вот и кнопочки. Как же много кнопок. Если я буду нажимать их по очереди, то закончу через 10 тысяч лет. Кто бы мог подумать, что щенки такие одаренные? Они их прям собрали. Чел. Что с твоим голосом, братик? Братик. Похоже, да. Но знаете, с этого ракурса это процентов на 95 мужчина. Да и с этого ракурса, по сути, тоже. А, что это? Из соображений безопасности советую вам держаться от этих штук подальше. А. Подожди, что? Это на самом деле женщина. Стоп, это же голос искорки? Ну так вот оно и понятно, да. Из соображений безопасности? Разве кнопки не сделаны ради забавы? Что в них может быть страшного? Не совсем. Я вам так скажу. В грезах орудует какой-то проныра, наводя хаос, который подсовывает странные кнопочные устройства всем, кого встречает. Самокритично. Свидетели рассказывали о словах подозреваемого в преступлении. Стоит лишь нажать эту кнопку, как вся пинакония тут же взлетит на воздух. К счастью, никто ему не поверил. Но на всякий случай, гонщие все же собрали эти кнопки. И она решила просто их отжать обратно. Так. А кто-нибудь пробовал нажимать на кнопки? Дайте я попробую, что ли. А что случится, если она нажать на кнопку? Неужели никто не пытался? Учитывая, как Цуга не любит пинаконию, я думаю, она двумя пальцами обоих рук тыкала. Пыталась бы тыкать на эту кнопку. Вот. Похоже, вы плохо знаете пинаконию. У всех ее гостей есть кое-что общее. Они очень ценят свою жизнь. Да-да-да, вот. В общем, скоро семья разберется с этим. С этими штуками. А пока вам лучше держать дистанцию. Просто приведите сюда Цугу. Она с этим разберется быстро. Ну и с пинаконией в целом. У меня, чтобы вы понимали, просто из отряда в наглую выдернули кавку. Здравствуйте, госпожа. Чем могу помочь? Привет. Расскажи мне о лучезарном шпате. Да мне уже рассказывали. Судя по вашему виду, вы, должно быть, представляете отдел инвестиций корпорации, верно? Конечно, я к вашим услугам. Лучезарный шпат принадлежит главе клана Люцерн, господину Отте Люцерне. Этот роскошный корабль был построен одну янтарную эру назад на средство господина Отте. А с тех пор корабль круглосуточно курсирует по миру грез, никогда не останавливаясь. Свин тебе усиленно пытается нундуки показывать. Блин, а я забыл же. А я забыл. Ну, у меня-то топаз нету. А, так судно принадлежит старине Отте. Неудивительно, что на его борту такое роскошное убранство. Конечно, у господина Отте безупречный вкус. И лишь выдающиеся гости со всего мира, лучшие из лучших, получают приглашение от клана Люцерн подняться на борт лучезарного шпата. А вот над названием могли бы лучше подумать. Я расскажу вам, что было дальше. Лучезарный шпат курсировал по морю грез, на пинаконе и целую янтарную эру. А потом произошла внештатная ситуация. Его странствие подошло к концу. Космическое ДТП на корабле в мире грез? Внештатная ситуация? Какое официальное название? Это еще мягко сказано. Ой, извини. Продолжай. Из-за инцидента, произошедшего в грезах, лучезарный шпат был вынужден встать на якоре на какое-то время. К настоящему моменту все дестабилизирующие факторы, которые привели к беспорядкам в мире грез устранены. Но фестиваль гармонии, которые должны были провести в Большом Театре Пинаконии, пришлось временно отложить по особым обстоятельствам. Да. И тогда господин Ноти подумал, а почему бы не перенести место проведения фестиваля гармонии на лучезарный шпат? И благодаря предо... представившейся возможности тем самым объявить о возобновлении курсирования судна. А вот как семья не спасла свою шкуру, да еще и воспользовались положением и сделали себе неплохую рекламу. Убить двух зайцев одним выстрелом весьма достойно легендарного магната. Как же я спать хочу. Спасибо за пояснение. Пока. Так, Фри-Фрио, где сундуки? Показывай. Свин? А, слушаю. Снова дел мотивации? Внутреннее расследование? Неужели оно еще не закончилось? У меня важный проект. Нет времени объяснять. Я с трех утра не сплю. Я вот три часа и поспал. Руководство одобрило мой план решения по делу Ярила. Журнал проекта и архив звонков содержат полные сведения. Разве вы не можете сами их проверить? Блин, топаза. Я все еще пытаются потыкать за то, что было на Ярила. Я действительно не понимаю. Вы никак не оставите это пустяковое дело. Все время цепляетесь за него. Чего вы добиваетесь? Какая утомительная беседа. Просто повесь трубку, да и все. Опа. Похоже, мама заявилась. По-моему, ты отлично справляешься с проектом. Маленький кусочек блюда в обмен на услугу от Звездного Экспресса. Отличная сделка для отдела. Давно не виделись, Елена. Давно хочу с тобой поработать. Неожиданно этот день наступил очень скоро. Какие это проблемы? А можешь рассказать обо всем? Как старые добрые времена? Уф. Но ее появление было красивым. Появление было красивым. Как официально? Давай отбросим формальности и будем говорить на равных. А ненужные титулы можем ее опустить? Можешь обращаться ко мне на ты безо всяких. Госпожа Ацуга, она могла правое ухо заткнуть, чтобы слышать левое. Ну, типа здесь же шумно и она просто заткнула то ухо и слушала, что происходит по телефону. А, простите, мне будет сложно сразу привыкнуть. Ведь вы, ну, ты все же выше по должности. не, ну, яшму, конечно, хочется. На Ярилов полях тоже шумно. Ну, да, там медведи бегают. Что-то в яшме есть, конечно. Что-то есть. но сейчас мы обе часть десяти каменных сердец топаз. Мне нужно, чтобы ты была в лучшей форме, ведь в предстоящих переговорах у нас нет права на ошибку. с твоей проницательностью ты наверняка давно уже поняла истинный смысл встречи, верно? Не иначе, как самоуправство старика Оте. Он хочет прощупать почву перед официальными переговорами между корпорацией и Пинаконией. Верно. Но это даже к лучшему. А знаешь почему? Потому что корпорация тоже прощупает почву. А если нам удастся заранее достичь компромисса со стариком Оте и понять его мотивы, будущие переговоры пройдут гораздо успешнее. Это очевидно. Именно. Но есть еще кое-что, о чем не станешь говорить вслух. Поступок главы клана Люцерн дает нам понять, возможно, среди пяти великих кланов вовсе не существует гармонии, о которой поется Водя. Да здесь и гармония-то не особо прижилась. Пока влияние гармонии не проникло до мозга костей, личные амбиции всегда будут занимать первое место. Но нам повезло. По крайней мере, на пинаконии пока нет такой влиятельной фигуры, чей голос нравственности заглушил бы личное желание. Точно так же, как корпорацию раздирают явные скрытые распри, так называемое всеобщее единство пяти великих кланов, после ухода повелителя грез стало пустым лозунгом. после того, как клан дубов был свергнут, клан старика Оте стал самым могущественным на пинаконии. Даже если рассматривать лишь очередность наследования, на данный момент он занимает должность главы клана дольше остальных и обладает богатым опытом. Да, и в ходе предстоящих переговоров мы должны действовать согласно утвержденной стратегии, как шахматные партии, каждый шаг должен быть тщательно взвешен. Конечно, три шага переговоров выслушать, выведать и лишь в конце нанести удар. Все как ты учила. Во, топаза уже наконец-то на ты перешла. Все очень четко. Но в деле Ярила ты все же изменила порядок действий. Яшма, которая говорила да забей ты все ок и сейчас такая тоже решила топаз потыкать типа а вот на Ярила ей даже внуки мне кажется будут вспоминать про Ярила. Я доверилась своему чуть-чутью. Простите что прерываю вашу беседу. Глава клана готов встретиться с представителями отдела стратегических инвестиций. Приступим к работе. Соберись силами. Пора встретиться с этим актером второго плана. Что занял столь высокий пост? Помни о нашей цели подготовить плацдаром чтобы корпорация смогла открыть филиал на пинаконии. Авантюрин уже сделал первый шаг а нам предстоит завершить его миссию. Эх авантюрин авантюрин Опа А Так вот как это работает Это реально настолько просто Это прям настолько прям просто Да ладно Не ребята я конечно понимаю но мне кажется это незаконно но это не очень законно так как веди где куда Братик да людям хорошо со свином не нужно париться с интерактивной картой вообще не нужно но по крайней мере по сундукам так вроде как чисто Брин где-то должен быть счастливый кот который мейнит топаз вот вот у кого у кого а у него точно на карте нет ни одного сундука она же бывает настолько мерзко когда ты где-то на локе один сундук упустил вот спустя пару месяцев туда возвращаешься а из 30 сундуков не собран один и вот попробуй-ка найди где конкретно он не собран так вон свина на прогулку взял он тебе покажет где зачищено окей так а что у нас по карте здесь где-то тут аж 18 сум а ну судя по карте это и правда корабль не обманули смотрите-ка правда он часто застревает да мы уже убедились да в этом ну он просто понимаешь он неостановим когда он видит сундук его не остановить у него просто глаза затмеваются и он просто летит на пролом так ребята и самое время нам сделать небольшой перерыв я уже выпил весь чай поэтому да пора запасаться новым в общем 5 минут и продолжим в общем